выводы которые делаются у меня моей жизни они иногда настолько не объективны вот если так разобраться у меня было две подружки одна лена другая любая не сестры и близняшки абсолютно одинаковые женщины абсолютно одинаковые та которая люба отличалась от той которая лена лена вышла замуж в 18 лет родила двоих детей купила себе квартиру с мужем и живут до сих пор очень хорошо душа душа к душе у любы наоборот она с самого детства ни с кем не встречалась потом ходила куда-то в религиозную общину после этого так вы замуж и не вышла где-то там с кем-то встречалась чуть-чуть родила ребенка и до сих пор ну по моему уже сейчас замужем то есть это два абсолютно одинаковых человека которые жили в одно время в одном месте с одними родителями при этом одна вышла в 18 лет и у нее всегда стояла очередь из мужчин которые хотели за ней ухаживать а у второй нет и я подумал что есть смысл произвести психо восприятие этих женщин и просмотреть этих женщин на элемент отличия который бы мог четко сказать какая есть психологическая или психическая сторона которая однозначно мешает женщине выходить замуж то что провел я или исследовал в дальнейшем повергла меня где-то в состоянии шока и я в дальнейшем не мог в это поверить но когда начал более научно к этому подходить и спрашивать или там как бы просматривать людей насколько это возможно было то произошло открытие но очень удивительное и очень необычное я уверен на сто процентов что скупой женщине да скупой скупой женщине гораздо сложнее выйти замуж чем женщине не скупой как это проявилось много было у меня таких женщин когда я вот просмотр а еще я в дальнейшем даже начал давать такие советы вот я говорил попробую раздать как можно больше людям там что-то попробуй делать скидки попробуй таксистом давать больше попробуй не скупиться попробуй вот и человек которому я это говорил говорил да я и так выживаю я копейка копейку я соль собираю знаете каждая женщина такая она имела какую-либо какое-либо хобби очень иногда хобби они были похожи так одна женщина которая не могла выйти замуж я узнал что у нее хобби и она собирала пакетики с сахаром во всех отелях в которых где когда-либо она была то есть у нее была целая коробка пакетиков с сахаром которые она собирала из отелей и она коллекционировала пакетики соли и сахара до пакетики коллекционировать это же скупать дай бог чтобы сейчас не смотрел а то обидится скупым женщинам или женщина у которой есть такое качество очень сложно у меня было две много было таких знакомых у них у всех были одни и те же такие уникальные даже хобби одна собирала мыльца другая собирала из отелей там кита флакончики третье вот и то есть где бы они ни были они постоянно пытались что-то вот что-то для себя забрать что-то где-то сложить и сделать то есть они скупые скупость таких женщин приводила их к тому что они в дальнейшем не могли выйти замуж да это фантастически звучит все как со скупостью бороться ну скупостью нужно бороться это не значит что нужно взять все деньги раздать это единоразовое состояние когда человек взял и раздал а скупость это многоразовое состояние это качество жизни каким образом это необходимо с этим необходимо бороться старайтесь дать чуть чуть больше как нужно давать пришли рассчитываетесь там за какой-нибудь продукт дайте чуть чуть больше рассчитываетесь за такси дайте немножко больше рассчитываетесь или кому-либо там отвешиваете что-то дайте чуть чуть больше если бизнес связан с тем что вы проценты какие-то дайте немножко больше выплачиваете дайте чуть чуть больше это как раз и называется элементом нескупости я не говорю что нужно раздать выйти всем и так далее нет это называется расточительность как говорят у нас в В Одессе это расточительность, а вот скупость это другое дело. Но я надеюсь, вы идентифицируете одно от другого, и это вам поможет. У меня была девушка Наташа, я о ней как-то рассказывал. Она была потрясающе красива. Скажу даже по секрету, когда я учился в 10 классе, она мне очень нравилась. Но у меня шансов не было. Я был маленький, худой, кучерявый, рыжий, большеносый, изубрила, ботаник. И, конечно же, у меня было уже с кем встречаться, ну, в общем-то, все было хорошо. Но девушка это мне очень нравилось. Она была высокая, светловолосая, голубоглазая. Мужчина и все абсолютно в школе ее обожали и так далее. Но у нее была проблема. Каждый мог что-либо дать, но если она что-либо имела или ела, она никогда ни с кем не делилась. А если там что-либо у нее было лишнее, никогда не давала. Она не давала никогда запасную ручку, запасной карандаш, запасную тетрадку. Никогда, никому, ни при каком виде. Ни девочкам, ни мальчикам. Никогда. То есть можно сказать, что она была скупая. Боролась за копейку. Я помню, как сдавали какие-то деньги. Она боролась, что ей не отдали там 7 копеек или 10 копеек или 5 копеек. Это советское время было. И она неделю просила. Я еще тогда подумал, надо же, я из более такой, может быть, бедной семьи, но у меня такого не было. Я их подарил эти 5 копеек. Мне было даже неинтересно. А сейчас этой женщине уже 50 с лишним лет. Так вот, за всю свою жизнь она так и не вышла замуж. С ней постоянно находятся рядом какие-то мужчины. Она родила одного ребенка. Но ей никто не сделал предложение. И она так и не начала жить ни с одним мужчиной. И это не один случай. Таких случаев в моей жизни, проведенных мной следований, много. Поэтому на вопрос, почему я хороший, не могу выйти замуж, я хочу вам сказать, давайте больше. Конец.